Друзья, всем привет! С вами Саша Гендель и Гоша Грибс. Проект Первая Варка, пивоварни Биар Брю. Я только что подумал, а мы почему всегда сидим-то справа и я сидел? Иногда я там сижу. Никогда, по-моему. Сидели, сидели. В древности, а так мы все-таки... Нет, там сидели, нормально. Да, ну ладно. Ну, рассказывай. Сегодня у нас слепой обзор, он немножко в другом формате. Правила этого обзора я вам сейчас расскажу. Саша будет пробовать 4, сразу говорим, русских имперских стаута от 4-х российских пивоварин. Друзья, не пугайтесь, это не кружок очень милой ручки. Просто я решил сегодня предложить Саше совершенно новый формат слепого обзора. А именно, с первой же минуты, как только он начнет угадывать то или иное пиво, вы будете точно и достоверно знать, какое пиво он пытается угадать. Вот эта вот ленточка нужна для того, чтобы спрятать пробки, потому что пробки с логотипами все. И это будет подсказкой небольшой для Александра. Поэтому мы их спрячем, мы спрячем этикетки. А бутылки будут перед ним. Единственная подстава, то что каждая бутылка все-таки имеет свою неповторимую форму. А так как Саша знает много всякого обивия, то не исключено, что по объему и по форме бутылки он тоже может о чем-то догадаться. Но посмотрим, получится у него это или нет. Поэтому я смогу угадать уже напитки. Я предполагал этот момент, что бутылки очень характерные. Русских имперских стаутов мы знаем не так много. Пивоварни пользуются определенными бутылками. Поэтому давай ты не будешь это озвучивать, просто ты лучше блеснешь и скажешь, ну мне кажется, это вот это в пивоварни. И тогда, ну, останется загадка. Угадал ты это по бутылке или реально угадал напиток. Я думаю, что Саша из всего этого пива пробовал либо одно, либо не пробовал никакое из этих пивасов. В общем, все в твоих руках. Приступай. Я постараюсь не вмешиваться. Ну, за кадром, если какие-то будут комментарии, скажу. Больше никаких вводных. Что тебе нужно, я отгадать, я уже сказал. Не обязательно угадывать пивоварню или это, а именно и ТТХ, то есть вводные. Вот пивовары, говорят, там есть, например, не знаю, смородина какая-нибудь или копыта единорога. Это такой должен попробовать сказать, да, здесь смородина, копыта единорога. Есть кого-то. Так что приступай. Приступай. Начнем. Ну, что, не с какой-то номер. Начнем с номера три. Коникс. Коникс. Аромат. Аромат кофе, чернослив, финики, инжир. Саша, давай угадывай. Чернослив, инжир, все в твоих руках. Вкус. Мягкий, обволакивающий, на границе сладости и горечи. Послевкусие, горький шоколад и кофе. Ну, немаловажная деталь. Не знаю, а если она во вкусе попадется, как мы зачтем это? Как правильный ответ или неправильный? Ну, пускай хоть что-нибудь из этого скажет. Поставай, чтобы лента твоя не отклеилась. Давай вот три, а вот здесь будет вот эта. Ну, рассказывай, что чувствуешь, если есть что-то сказать. Не так, что похил. Давай следующий. Ну, плохо. Это, конечно, хорошо, что такие бутылки красивые, мы это все видим. Но когда ты видишь бутылку, ты уже более-менее представляешь. А когда ты находишься в какой-то мейстриме, в какой-то теме, ты уже знаешь, что, да, коникс. Варил рис и что у него по отзывам немного недоброжен. И когда ты уже чувствуешь, что тут чувствуешь, что прям коникс. Вот. И такое вот, как небольшой недоброт уже мозг тебе закидывает. На самом деле нет, не чувствуешь нифига недоброта. Ничего прям сильно не бросается. За исключением какой-то такой кофейности. Эта сладость, он... Эта сладость очень хорошо маскирует за собой спиртуозность. Ну, у меня здесь потом мед вылезает такой хороший. Так, давай Сальденс пить. Сальденс. У Дениса Сальникова, как обычно, сортов миллион. Что-либо по каждому из них сказать сложно, потому что, по-моему, он штампует их быстрее, чем на них успевают рецензии писать. Ну, я не знаю, может на бутылке что-то написано. Пиво темное, нефильтрованное. Неосветленное, не пастеризованное. Гадаете, что хотите. Мы исходим из названия этого пива. Это русский имперский стаут, который был выдержан на щепе, которая была до этого пропитана коньяком. То есть, я так понимаю, у Дениса была целая серия, в которой, видимо, один и тот же имперский стаут выстаивался на разной щепе. Там есть и текила, и бурбон, и в нашем случае это коньяк. По коньяку, как ни странно, информации меньше всего. Поэтому, ну что, ну коньячные ноты, наверное, Саша должен уловить. Щепку. Других подсказок я не вижу. Давайте посмотрим, что у него получится, а там уже сравним результаты. Не знаю я. Ты негодяй, ты все испортил. Вот то, чего я опасался. По бутылкам Саша уже все... Я тебе говорю, потому что, с одной стороны, это хорошо, когда видно, что они так красиво и эффектно. Это эффектный ход, то есть, наглядно, то есть, они закрыты, и все. Но, если бы они были в одинаковой таре, это бы как бы сработало, так? А так это не сработало. По запаху, первый мне нравится больше. Но, этот на рис больше похож. Сладости здесь меньше, в разы. И она, в принципе, все как надо. Она тут не доминирует вообще. И, в принципе, как и не должна она суп этого делать. Аромат немножко поспокойнее, чем в первом, ну, в третьем экземпляре. Я опять не знаю, что это за бочка. Но чувствуется, что выдержан он на алкоголе. Я, кстати, не уверен даже, что это бочка. Скорее всего, это, может быть, даже это и чипсы какие-то. Достаточно мило, сухо. И, кстати, он такой, достаточно спокойный. То есть, если бочка, если это бочка, если это не чипсы все-таки, то она свои дела сделала. Она успокоила такую солодовую, солодовую алкогольную часть. А если она ее успокоила, ну, не знаю, что там, ром. Ну, пускай это тоже ром будет. Не уверен. Ладно, поехали. Вот этот. Ну и полный. И бунин. По бунину тоже я не нашел официальной версии того, что именно пивовары видят на бутылке. Пиво темное, нефильтрованное. Тираж 2000. Кроме того, что сорт выдержан на щепе кавказского дуба, мы не знаем об этом пиве ничего. Ну, то есть, официальной версии. Любители пива, которые свои оценки выставляли, говорили, что в нем. Но, знаете как, они могут разниться. Поэтому, это такое, получается, хоть и самая высокая оценка, но темная лошадка здесь, Саша, вот что попробует, что увидит, видимо, с этим придется жить. Ну, щепа дуба. Вот, собственно, все, что нужно узреть. А может быть, давайте сложим. Пускай он скажет, что это щепа кавказского дуба. Именно кавказского. Не скажет, что кавказского. Скажем, все, Саша, ты не угадал. Он, кстати, похож на сальвенец по запаху. Ну, такой, у него самая кофейная пена. То есть, если у этих, не знаю, вильный нет, то у этих она, у этого она более светлая. Ну, и цветовая гамма у них похожа достаточно. То, если сравнивать с вот этим, то тут уже такое оно, прям, коричнево-коричневое. Она именно кофейком так вот сглажена. Вот такой самый кофейный из трех, который я попробовал. Ну, он прям хороший. Я не думаю, что вот этот на какой-то бочке наставился. Я не знаю пока, что это за сорт. Может быть, это викториард. Не знаю. Смотрю, четвертый сорт тебе кипячок наставил. Четвертый, да. Но он крутой, реально крутой. У всех застрелок пока что он прям... У тебя поэтому будет время высказаться. Номер два. Итак, сейчас Саша будет пробовать пиво Джоуз. Что нам известно о пиве Джоуз? Я нашел такую вот информацию и такое описание этого пива. Итак, аромат. Что там должен Саша поймать? Дым. Дым обязательно должен принести с собой мотивы шоколада, какао и фруктов. Посмотрим, получится у него уловить, как дым приносит шоколад с собой. Так, по вкусу. Что у нас со вкусом? Сладость чернослива, какао, дым во вкусе, копченые ноты и горелая щепка. Ну, давайте посмотрим, будет ли горелая щепка, будет ли дым во вкусе. Так, и по сливкусии, все это, весь этот коктейль балансирует. И у нас должен быть баланс. Ну, не знаю, по сливкусии, баланс. Все это ядерная смесь, как это можно уловить. Ну, посмотрим, что скажет на это Саша. У него запах самый пустой. У него есть какой-то акцент, но этот акцент такой непонятный мне пока. Но он пахнет сжженым. Я не могу запахать. Что это за запах? Он самый густой из всех. Самый не сладкий. Он как бы самый густой, и при этом у него вкус самый такой размазанный. Чем-то, я не могу понять, что, ну, тирамису, вот это, если это тирамису стало, то если так пахнет тирамису, то, блин, не знаю, я бы никогда особо не нюхал. Чего? Теперь, когда вот уже покровы сорваны, и можно сказать, что, что я тут поставил? Первое, второе, третье, четвертое. Да, по-моему, так было. Наверное. Вот. И как бы, ну, не жалею, что... Я его не пил никогда, кстати, на самом деле. Я знаю. Я его даже сторонился, потому что какие-то... Ну, блин, неважно почему, но я его... Не тянуло тебя даже попробовать. Даже попробовать не тянуло, потому что... И не то, что зря. Не зря, нет. Потому что пива на самом деле много и разного, и не только в России. Ну, да, из этих четырех он самый клевый. То, что он кончился везде, это плохо. С вами были Саша Гендель и Гоша Грибс. Проект Первая Варка Пивар Небиар Брю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока.